В этом году мне дадут отпуск в июне и ты соберешься и поедешь в деревню на дачу свою В этом году я только по выходным на дачу буду. Давай тогда поедем в Египет. В июне месяце, ты в Египет поедешь, не перестань, перестань, поеду. Как только ты скажешь, что я поеду, я под тебя подстрою сразу. И путевки будут, атомная цена в июне. И путевки будут дешевые. Мы найдем горящую, я этой самой, я уже Лене сказала, говорю, Лена, вот ты что? Там бы, говорю, когда я собираюсь, тогда бы, так я вот это вот скину к себе уже эти, пенку эту. Вот. Я говорю, Лена, мне бы дешевую путевочку. У меня теперь денежек в обрез. Зимой платить много надо, я одна за все плачу. Вот. Она говорит, разберемся, все найдем. Вот. Так что сейчас вот здорово ехать. Я посмотрела там этот самый. Так сейчас в Египте неинтересно, там у них начинаются эти самые ветра, там... Ветра, смотря в какой район ты поедешь. Ветра, они есть всегда там. Песчаные бури. Там это есть всегда. Но есть где-то район, где нету ветров, а есть где-то район, там их четыре этих самых участка. И где. Ну вот я сейчас посмотрела, Евгений Кривенко, он снимает видео, он сейчас в этом... Я только я не помню, не поняла, он в Шарме или в Хоргаде. Красивый отель, шикарнейший отель. Но дело в том, что море высоко, и вот такой вот спуск, что надо там идти по понтону, и потом... А мне? Куда мне, когда я плавать не умею? Мне надо, чтобы берег был, чтобы я с берега зашла спокойненько по этой самой, по песочку. Вам и дешевую путевку дай, и берег вам дай, и все вам дай. Да, 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 да. Я согласна на четверку. Не обязательно пятерка, пусть будет четверка. В прошлом году, вот в прошлом, я все уже теперь по прошлой говорю. Я была в этом самом, когда мы в этом году с Алтой были. Мне настолько фиолетово. Это 400, что у нас было? По 400 долларов у нас была путевка, вот. И отель был четверочка, а отель был шикарнейший. Ничуть не хуже, как мы были с Валей в пятерке. Ничуть не хуже. Я просто в море хочу. Кормили очень вкусно, берег замечательно, конечно. Камни, ну я, честно говоря, я люблю камни, потому что тогда не несет ветер песок, и ты не приходишь в купальник и не вытрясаешь с него вот этот вот весь песок. Мне очень понравилось. Я в этом году, я говорю, я вообще вот в таком этом, как это назвать даже? Эфории. Эфории, точно. Я в этом году с удовольствием, я приехала, я все время вспоминаю, как вот за все эти годы, насколько мне понравился отпуск. Ты ложечку дашь? Ложечка? Тебе зачем тебе ложечка? Ну, оно горячее, я хочу помешать его. Оно без сахара. Не надо мне сахар. Не дайте ложечку. Пожалуйста, вам котика черненького. Шмяк, а мой на улице, мы его не впустили, не позвали. Он закапризничал и заревел, что ему нужно отпускать, а мы сидим. Теперь выморозишься, потом придешь. Он сидит, бедный, на пороге. Да, конечно. На пороге сидит, посмотришь. Вот если пойдешь посмотреть его, он на пороге. Вот пойду. Вот пойди, посмотри, он на пороге сидит. На пороге сидит мой котик. Заходи. Да, я же говорю, что на пороге сидит мальчик мой. Никто его не зовет, никто не пускает. Мальчик мой хороший. Что, ужин? Надо ужин нам. Да, да, надо нам ужин. Конечно. Вот, мы тут, нам надо проверить, что же тут есть вкусного. Давай ты сюда перейдешь, а? Нет. В мяча. Давай ты туда. Нет. Он устраивается, как ему удобно. Скажи да, не позвали. Вот он замерз, вот ты его будешь греть. Вот сейчас тебя еще обнимать будет. Да. Не позвали меня, не дали понюхать, что тут на столе стояло, да. Мальчик мой, бедный мой мальчик. А не надо было проситься на улицу. А ты все равно то есть не будешь. Вон там у тебя сушка. Он и там понюхал, и там не в нос. Он взял, понимаешь, что он, вот я ему даю это горлышко, он его вытаскивает с тарелки и бросает возле. Ну пусть ест возле. У нас у Машки тоже была привычка вытащить. Я положу обратно, а он опять вытащил, опять положил, да. Мальчик мой, да обидели моего мальчика. Не позвали на столе ничего понюхать. Бедняжка. Таня звонила, ты завела ты себе кошку. Я говорю, ты мне хочешь что-то предложить? Она хотела тебе кошку подарить. Ты мне хочешь что-то предложить? Она говорит, да нет, ну просто ты всегда, как бы, это не раздельное было. Ты и кот, и как бы, ну я говорю, нет, не завела. Ой, надо. Ой, я говорю, не рви мне сердце. Вроде бы я хочу, но потом, как представлю, это все опять, опять эти, не дай бог, болезни и переживания. Ой, нет. Мое сердце уже больше не выдержит этого, поэтому как-то уговариваю себя. Да, ну все равно, я просто сейчас, меня тормозит то, что я не на пенсии. Бедное животное будет одно целыми днями. А так все равно, пойду на пенсию и заведу. Да, ты сейчас свалишься. Вот я тебя отпущу, ты так уселся, вот, цепляешься за меня кептюрами. Давай, Лидия. Все, давай выключим. Ну все, по последней, по последней рюмочке. Ну тоже понемножечку, на донышке. По капельке, по капельке. Помнишь, эта самая, песня есть такая? Однако мы с тобой набрались. Нет, я такой песни не знаю. Есть такая песня. Нет, ну мы же не каждый день. И день рождения меня не каждый день, праздник не каждый день. Вот. Если бы сегодня тебе не получилось так, чтобы ты пришла... Мне нужно было ехать к внуку. Меня мучит совесть. А ты ему купила подарки? Да. Какие? А, котика ты говорила. Котика Аи. Котика купили. Ну я не знаю. Там я еще смотрю, что еще одна игра там есть. Он же любит у нас очень машинки. Ну вот. Я Максюше тоже собрала подарок. Но я вот забирала его с сада. Я ему не отдала. Просто вот с этой работой ничего запланировать нельзя. Вот дали бы мне 31-го. Я поехала бы 31-го, поздравила все. Сын кричит, зачем столько игрушек он это самое. Когда много игрушек, он потом одну другую, это неинтересно уже. Гориха тоже говорит, не покупая игрушки, у нас уже негде повернуться. У нас тоже самое. Так у меня аж целый мешок игрушек стоит. Ладно, давай. Все, давайте за праздник. До конца допить надо. Заодно коронавирус погоняем. Точно. Ну, наш президент сказал, рюмочку надо выпить, чтобы коронавирус не прилип. Ты хочешь этого? На, пожалуйста. Девочки, смотрите, как он нюхает. Вкусно тебе? Не, ну вы гляньте, алкаш ты. Ты глянь. Лижет рюмку мне, да? Ой, потому... Девочки, это нечто. Моя всегда отворачивалась, ну, и вот так вот, и вот так вот морщилась. А этот лижет, это самое, ему нравится. Надо купить капусту, купить фарш, наделать голубцов, заказать торт. Господи, мама, зачем меня родило 30-го декабря? Новогодний сюрприз. Сын у меня рождественский сюрприз. Мама вообще хотела, чтобы меня записали 31-го. Первого, чтобы записали. Нет. Говорит, чтобы в следующем году. У меня идет год вперед. Да. Вот. Не говорят нельзя. Я на пирожные. Теперь вот пирожные пока не доедим. А, кстати, вот эти пирожные и... Девочки, у нас вот такие вот пирожненькие. И Наполеон. Это моя любимая. Такие пирожненькие, я тоже их очень люблю. Ну, Наполеон я люблю очень больше. Ну, вот ты посмотри. Ну, я прямо покупала. Вроде мягенькие были, а теперь как-то прямо... Ну, я их держала в целлофанчике. Они постояли просто здесь. Там еще были с творогом. Но я что-то не рискнула с творогом покупать. Думаю, с творогом мало ли что. Кто его знает, что там за творог внутри. А я полюбила коржи, которые продаются в светофоре. А, я покупала в прошлом году. В этом году я решила торт не делать. Так все просто это все делается. Так одномоментно. Это вот мы в декабре, там в начале, на день рождения было. Поэтому мы делали... Ой, ну чудно нормально. Взбивается с этим самым сметана. А я только сгущенку смыла, с маслом всегда взбиваю. Я тоже взбиваю, но это для Наполеона. А сметану не люблю. А здесь со сметаной взбивала, с орехами. Шоколадом посыпала. Замечательно. А мне надоели самодельные эти торты. Я в этом году решила, что пойду в горячий хлеб, закажу. Торт я люблю только один. Киевский. А я люблю... А я люблю... А я люблю... Подарочный, с орехами. Но его теперь нету. А зато есть этот самый... А как же называется торт, который я буду заказывать? Как я буду... Какой торт? Я не знаю. Я тебе рассказывала. Я тебе не рассказывала. Рассказывала. Мне нет. Ты спрашивала. Трусель. Ты спрашивала. Продолжение следует...